Пророк Исаия, 58 глава, с 13 по 14 стихи. Итак, чтобы нам иметь радость в Господе и быть возведенным на высоты земли, необходимо почтить субботу в соответствии Его предписаний. И оно состоит из двух шагов. Ну, во-первых, необходимо называть субботу отрадую святым днем Господним, чествуемым. И, во-вторых, необходимо от слов перейти к делу. Это значит чествовать и почитать субботу на условиях Бога. Нам уже достаточно известно, что под седьмым днем или субботой Господином Который является Христос и в Которой Бог успокаивался от вечности, является Церковь Иисуса Христа. Именно на нее Он презирает, а именно она является домом и местом Его вечного покоя. А посему называть субботу своею отрадою, своим отдохновением и своей радостью означает на шкале своих приоритетов проведение всего общего богослужения ставить выше всех своих желаний и хобби. И, во-вторых, чествовать же и почитать означают принадлежащие Богу десятины и приношения приносить в Его дом строго на продиктованных им условиях. Вот такие два интересных шага и условия необходимо было для того, чтобы благословение Иакова стало нашим благословением. Мы называем субботу своей отрадою и мы чевствуем ее, почитаем ее в формате десятин и приношений на приписаниях Бога. И существует очень важный момент, который не всегда осмысливается церковью до конца, что Бог ведет подробнейшую запись того, что жертвуют Ему люди. «У Бога есть книга приношений для каждого из нас в отдельности, и перед лицом Его пишется памятная книга обоящихся Господа и чтущих имя Его». И Он ее детально заполняет по отношению каждого человека. Вот есть такое место еще на Писании, числа 7 глава, 10 по 17 стих, где Господь детально подходит к описанию того, что приносили Ему начальники в Скинию для построения Скинии. «Написано, и принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношения свое перед жертвенник». И там написано, что вначале подошел начальник от колена Иудина на Ассон. И что Он принес? Он принес серебряное блюдо, серебряную чашу, наполненную пшеничной мукой, смешанную с елеем. Он принес одного тельца, одного овна, одного агнца в жертву всесожжения, одного козла в жертву за грех. А также Он принес двух овнов в жертву мирную, и также в жертву мирную Он принес пять валов, пять овнов и пять агнцев. И потом переходит к следующему начальнику из другого колена. И Господь снова перечисляет, что принес другой начальник, и полностью копирует то, что пришел и принес первый начальник. И что интересно, это глава, в числах седьмая глава, предмет за предметом в деталях описывает приношение каждого князя или же начальника в отдельности. И самое интересное, что Бог не сказал, что второй князь принес то же самое, что и первый князь. И мы должны помнить, что Библия, она очень экономичная книга, которая не допускает потери места. О чем это говорит святые? Господь нашел нужным, чтобы указать каждого человека имя, из какого колена он происходил, из какой семьи он происходил, и написать в деталях, до последней муки, до последней песчиночки, что он принес перед Господом. Посмотрите, как Бог ценит, когда мы Ему что-то жертвуем. И Он не говорит, и остальные принесли то же самое. Нет, для Бога это не то же самое. Может быть, для нас это то же самое. А для Бога это не то же самое. Для Него это хвала, для Него это один из путей, как мы можем чествовать Его и почитать Его в субботе Его. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом же приблигированном служении, когда каждый из нас сможет вот в лице этих начальников, в лице этих князей отдать Богу то, что принадлежит Богу. И мы благодарим Бога, что у Него есть эта памятная книга, которая пишется перед лицом Его. Это говорит о том, что это служение, которое мы сейчас будем совершать, оно будет происходить прямо перед лицом Его престола. Вы представляете? Ну, давайте встань и почтим лицо и престол Господа, Бога нашего, и будем перед Его святым лицом совершать это великое богослужение. Будем, пожалуйста, петь псалом. Если мир лишит тебя золота и серебра, Не покинет обобравшую очисток. Пред людьми не падай ниц, Помни, Бог питает птиц, Своё время положил до креста. Положи и оставь Своё время положил до креста. Если верою живём, Бог заботится о всём, Своё время положил до креста. Если телом страшно ждать, Прокрасы повесь мечты, И земная убедает красота. Не помогут строг и плач, Иисус Господь наш врач, Своё время положил до креста. Положи и оставь Своё время положил до креста. Если верою живём, Бог заботится о всём, Своё время положил до креста. А дружон и ты враждой, Всё закрыто пред Тобой, Помни, Бог открыл тебе небес врата. Он поможет и поймёт, Он поможет и поймёт, Сохранит среди невзгод, Своё время положил до креста. Положи и оставь Своё время Положи и оставь Своё время Положил до креста. Если верою живём, Если верою живём, Бог заботится о всём, Своё время положил до креста. Я с большим удовольствием напомню за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ из России чтил Бога десятильными приношениями то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принёс в Твой дом, чтобы в доме Твоём была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мёртвого. Я глубоко верю в Твоё неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придёт благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok